Итак, всем привет! Рад снова видеть вас у себя на канале, а кто здесь первый раз, рекомендую подписаться. Сегодня у нас сборка ПК для требовательных геймеров, которым нужны высокие значения ППС в любой игре. Как обычно, начнём с процессора, и им будет представитель 10-й линейки Intel Comet Lake i5-10600KF. А где же Ryzen? Да, мы прекрасно понимаем, что Ryzen 5 5600X при одинаковом количестве ядер и потоков с 10600KF смотрится интереснее в плане производительности, но цены на процессоры AMD архитектуры Zen 3, к сожалению, очень кусаются. В это же время 10600KF намного дешевле, и его вполне достаточно для любой современной игры. Литера K в названии означает разблокированный множитель, а значит, процессор можно разогнать и получить прирост производительности. Литера F означает отсутствие встроенной графики Intel UHD 630, которая нам и вовсе не нужна. Процессоры с литерой F также имеют более низкую стоимость. Есть отличия и между самими процессорами. Существует три вариации процессора Intel Core i5-10 поколения. Это i5-10600, i5-10600K и i5-10600KF. Основаны они на разных кристаллах. Базовый 10600 основан на шестиядерном кристалле, который практически не отличается от кристалла прошлого поколения. В то время как 10600K и 10600KF имеют в своей основе новый 10-ядерный кристалл с заблокированными четырьмя ядрами. По сути, это отбраковка старших моделей с проблемными от одного до четырех ядер. И это не все отличия. Версии 10600K и 10600KF имеют припой под теплораспределительной крышкой, а младший 10600 имеет под крышкой обычную терможвачку. И это существенно влияет на отвод тепла от кристалла процессора. Пробежимся по характеристикам нашего процессора. 6 ядер 12 потоков. Семейство Comet Lake S. Техпроцесс все те же 14 нанометров. Кэш третьего уровня 12 мегабайт. Базовая частота процессора 4.1 ГГц. Частота в режиме Turbo Boost 4.8. Заявленная максимальная частота работы ОЗУ 2666 МГц. Но все мы знаем, что это не так, и этот процессор может работать из куда более высокими частотами оперативной памяти. Заявленное тепловыделение 125 Вт. И в это тоже верится с трудом. Процессор не назвать холодным. При всех его плюсах и минусах, 10600KF остается одним из лучших процессоров для игровой системы по соотношению цена-качество. Конкурент в лице Ryzen 5 3600 далеко не так производителен в играх. А Ryzen 5 5600X хоть и производительнее, но ощутимо дороже. Нам нужна материнская плата на чипсете Z490 для разгона как процессора, так и оперативной памяти. По соотношению цена-качество идеально подходит MSI Z490A Pro. За относительно небольшой бюджет в рамках чипсета Z490 мы получаем 4 слота для оперативной памяти, 2М2 разъема для высокоскоростных SSD, армированный PCI-Express X16 слот для видеокарты и хороший звук защиты от помех. Также сетевой адаптер скоростью до 2,5 Мбит в секунду, 6 разъемов для кулеров и 12 фаз питания с массивными и эффективными радиаторами. Такая материнская плата справится и с разогнанным флагманом сокета LGA1200, а именно с 10900K. Также на материнской плате присутствует внутренний разъем TVT, с его помощью можно подключить MSI Thunderbolt M3. Thunderbolt 3 это самый передовой порт на сегодняшний день, в то же время он является самым быстрым по скорости передачи данных, она достигает 40 Гбит в секунду. Для сравнения, интерфейс USB 3.0 имеет скорость лишь до 5 Гбит в секунду. Также имеется поддержка подключения всех жидкостных систем охлаждения, имеющихся на сегодняшний день. Также имеется фирменный софт MSI Dragon Center для удобного управления множествами параметров вашей системы. 16 Гбит оперативной памяти двумя модулями по 8 Гбит в двухканальном режиме по-прежнему достаточно для любой современной игры. Поэтому к вашему вниманию представляю оперативную память Crucial Ballistics, кит из двух планок по 8 Гбит с XMP профилем в 3200 на чипах Micron. Наша система легко позволит разогнать ее до частот 3800 МГц, а может и выше. Все зависит только от вас. Для любителей RGB подсветки есть модель Crucial Ballistics RGB. Отличается она только присутствием настраиваемой RGB подсветки. К слову, подсветка выглядит вполне эстетично и совсем не вычурно. Эстетичная составляющая будет радовать глаз того, кто решит немного переплатить за нее. Думаю, у многих выбор видеокарты вызывает неоднозначные чувства. Хотя зачастую, лично я испытываю чувство пригорания пятой точки, глядя на цены видеокарты линейки Ampere. Но тем не менее, RTX 3070 является отличным выбором по совокупности параметров. Мощный графический чип, энергоэффективность и общие показатели производительности говорят нам о том, что это действительно хороший выбор для тех, кому важно значение FPS. Вендоров много, цены заоблачные, да и найти эти видеокарты в продаже, увы, непросто. Но с выходом RTX 3000 серии, прошлая линейка в лице Тьюринг, проще говоря, RTX 2000 серии, смотрится далеко не лучшим выбором. Из множества вендоров и множества исполнений вендоров рекомендую версию от компании Polit в лице Polit GeForce RTX 3070 Gaming Pro. Достойная система охлаждения и хорошие качества за относительно бюджетный прайс в сравнении с конкурентами. Для любителей эстетики и RGB подсветки могу порекомендовать версию GeForce RTX 3070 Game Rock, тоже от компании Polit. Дизайн этой видеокарты, на мой субъективный взгляд, на высоте, огромная площадь настраиваемой RGB подсветки, стилизованные под кристаллы, эстетичная боковая панель и бэкплейт и достойное исполнение системы охлаждения. Но само собой, за это придется отдать более весомую цифру своих кровных. Тем не менее, выбор всегда за вами. Блок питания Блок питания – это не железка на сдачу. К выбору нужно подойти с умом, ибо некачественный блок может запросто уничтожить все ваши старания и финансы. Поэтому представляю вам Чифтек Протон Бронз на 850 Вт. Блоки питания этой фирмы знакомы любителям и профессионалам по отличной элементной базе, множеству защит и высокому КПД. Полностью модульная система подключения с удобными в укладке шлейфами позволит провести качественный кабель менеджмент даже новичку в сборках ПК. Для питания процессора есть пара ATX-12V, что позволяет запитать даже двухпроцессорные сборки. Ну а трех 6 плюс 2 контактных разъемов для питания видеокарты достаточно для любой из существующих на данный момент видеокарты. Кулер охлаждения, к сожалению, на обычной втулке, но судя по отзывам, служит этот кулер довольно долго, а при необходимости его очень легко заменить. Входной конденсатор принадлежит к высокотемпературной серии, а сама начинка блока питания больше подходит к киловаттнику, что говорит нам о качестве этого решения. Наша система это не тот случай, когда идеально впишется бюджетное воздушное охлаждение. 10600KF, особенно в разгоне, процессор далеко не самый холодный, поэтому выбираем систему жидкостного охлаждения. И естественно подходим к выбору с умом, ибо некачественная водянка при протечке может замкнуть компонент нашей системы и вывести ее из строя. Поэтому рекомендую Kuga Aqua 360, трехсекционная система водяного охлаждения, которая справится даже со старшими моделями семейства сокета LGA1200. К примеру, 10900K, мы ведь рассматриваем и будущий апгрейд системы. Судя по характеристикам, она в состоянии отвести 250 Вт типа выделения, чего нам достаточно с головой. Имеет три секции радиатора с тремя 120-мм кулерами в комплекте. Материал водоблока – медь, а значит он будет эффективно отводить тепло с процессора на охлаждающую жидкость, которую уже охладит алюминиевый радиатор, продуваемый тремя кулерами. Для любителей RGB подсветки есть модель Kuga Aqua 360 ARGB с настраиваемой подсветкой. Да, она стоит немного дороже, но за эстетику всегда приходится платить. Как мы знаем, исключительно жесткий диск в наше время смотрится уже печально ввиду низких скоростей записи и чтения. В то же время исключительно SSD пространство выходит слишком дорого, поэтому предлагаю классическую связку терабайтного HDD и SSD NVMe на 500 ГБ. В будущем мы сможем легко расширить пространство как жестких дисков, так и SSD, ведь в запасе еще обилие SATA портов на материнской плате и M.2 слот на ней же. Жесткий диск выбираем VW на 1 ТБ со скоростью шпинделя в 7200. Его вполне достаточно для нужд домашней десктопной системы. SSD же предлагаю выбрать Patriot Viper TLC NVMe на 512 ГБ для системы софта и онлайн игр. Высокие скорости чтения и записи, высокий ресурс работы и наработки на отказ, а также 512 МБ кэша говорят нам о том, что это действительно качественный SSD, который прослужит долго. С корпусом все не так просто. Ультрабюджетные решения просто не подойдут ввиду отсутствия возможности установки трехсекционной системы водяного охлаждения. На выручку нам приходит компания Fractal Design с моделью Define S Window Black. Данный корпус специально рассчитан для установки систем водяного охлаждения на верхнюю часть корпуса. Его внутреннее пространство рассчитано на удобный кабель менеджмент и правильную направленность воздушного потока. А боковое стекло позволит насладиться эстетической составляющей вашей системы. Толстый металл, качественное исполнение, вес 8,5 килограммов. А как мы знаем... Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке. И, наконец, переходим к тестированию. Все тесты будут проводиться в 2К разрешении, а точнее 2560 на 1440 пикселей, ибо эта видеокарта избыточна для стандартного Full HD. Также все игры будут на максимальных настройках графики. Если у вас монитор с разрешением Full HD, то рекомендую обновиться до монитора с разрешением 2К, либо до Full HD монитора с высокой герцовкой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok